По следам непреступников, а косуль сегодня отправились егеря по Цесертью. Ежегодная перепись лесных жителей показала, что популяция лосей в Свердловской области возросла. Помимо многочисленных следов, это должны подтвердить и записи с камер, установленных инспекторами. К слову, в эти фотоловушки могут угодить не только звери, но и браконьеры. Ирина Шудько подробнее. Вот следы косули. Ночью ходила она. Он здесь каждого узнает по походке. Следы Андрей Геннадьевич считает на зависть любому сыщику. Отпечатки лап дикого зверя. Игорь знает, как свои пять пальцев. И это в разы облегчает перепись лесного населения. У кабана побольше след, у косули поменьше, у лося еще больше. У лисы круглый след, как у кошки, только побольше. Я сегодня еду, делаю затирку следов, завтра я провожу учет. Заметать следы приходится, чтобы не путаться в расчетах. Ради них переписчики преодолевают до 15 километров в день. Наткнувшись на отпечатки копытных, Андрей Геннадьевич забивает их в навигатор. Составляет своеобразную карту звериных маршрутов. А перемещаясь по угодиям на снегоходе, еще и укатывает тропы. По такой тропинке косуля легко сможет выйти к кормовому полю. Ведь скакать по сугробам непросто. Так по накатанной звери выходят и к специальным кормушкам. Такие столовые для животных строят в местах их наибольшего скопления. Здесь есть блюдо на любой вкус. Соль для зайцев, лосей и кабанов. Сено для косуль. В этом году наполнять кормушки приходится в два раза чаще. Из-за большого количества снега достать себе естественный корм животным крайне сложно. Узнать, сколько корма запасать к зиме, егерем помогает зооперепись. После подсчета следов с помощью специальных формул они определяют численность лесного населения. Регулировать его, оказывается, можно объемами съестного. Голодная косуля попросту откажется размножаться. У косули включаются механизмы саморегулирования популяции. То есть, если самка чувствует, что корма не будет хватать на текущий год, соответственно, количество эмбрионов у него уменьшается, и она может уже окатиться одним косуленышем. Судя по тому, с какой скоростью исчезает корм, сверломским косулям светит бэби-бум. Чтобы следить расходу и целесена по назначению, в лесах ставят специальные фотоловушки. Они реагируют на движение, снимают каждого, кто попадает в поле зрения. И немедленно докладывают контролерам. Приходит ММС-сообщение прямо на телефон, что позволяет в режиме реального времени наблюдать за теми животными, кто вышел на данную кормушку. Как показала практика, на эти кормушки попадают не только животные, но и наши любознательные охотники, в том числе и браконьеры. Скрытые камеры уже не раз фиксировали охотников-нарушителей. На снимках четко виден даже госномер автомобиля. Владельцу потом придет письмо счастья. Впрочем, для егеря главное заполучить фото зверя. Этой весной здесь с нетерпением ждут портреты лосей. Ведь перепись показала, поголовье сахатых заметно увеличилось. Ирина Шитко, Иван Арапов. Главные новости Екатеринбурга.